На этом заводе работа кипит, как в пчелином улье, круглосуточно и без остановок. Предприятие с символичным названием «Пчелы свободный» сегодня полностью ориентировано на строительную площадку газоперерабатывающего завода. В день здесь производят до 2000 кубометров высококачественного бетона семи различных марок. Каждая партия, прежде чем отправиться на площадку ГПЗ проходит четырехступенчатый контроль качества. Жесточайший контроль мы контролируем ежедневно. Каждый класс бетона, который у нас выпускается на заводе. Прежде чем забить контрольные образцы, мы делаем осадку, измеряем параметры, температуру бетона. Потом мы забиваем их и испытываем на 7-28 суток. Завод, который практически с нуля был построен, запущен в работу два года назад. Инвесторы из Иркутска не побоялись зайти на площадку ГПЗ, ведь статус резидента «Торсвободный» дает целый ряд налоговых послаблений. Уже через два года здесь планируют вернуть потраченное на оборудование средства и выйти на чистую прибыль. Конечно же, это существенный фактор, когда мы принимали решение заходить на этот проект, потому что он позволяет быстрее возвратить те инвестиции, которые мы произвели в данный проект. На площадку ГПЗ «Пчелы свободные» пришли надолго. Сегодня завод обслуживает более 100 специалистов, среди которых около 40%. Это амурчание. Высококачественный бетон будет востребован как на площадке газоперерабатывающего завода, так и при строительстве микрорайона «Северный», который будут возводить для сотрудников ГПЗ. А это уже склады компании «Агрохим-ДВ» резидента «Тор Преамурская». Уникальный и единственный в области лицензированный логистический комплекс для хранения пестицидов и агрохимикатов. Объем вложенных в строительство инвестиций составил почти 130 миллионов рублей. На первом этапе запущено два помещения для летнего и зимнего хранения сельхозхимии. В будущем планируют построить еще девять. На предприятии соблюдаются высокие экологические стандарты. Каждое здание соответствует всем нормам безопасности. Как рассказывает генеральный директор предприятия, к этому знаменателю помог привести статус резидента территории опережающего развития. При введении строительства по принципу всего одного окна, если у тебя есть какая-то проблема, ты можешь обратиться либо в Минвостокразмитие, либо в корпорацию развития Дальнего Востока. И их специалисты помогают решить тебе какую-то проблему достаточно очень быстро. Крупнейший в ДФО маслоэкстракционный завод также появился благодаря государственной поддержке и стал одним из резидентов Торбелогорск. Уже сегодня здесь перерабатывают 800 тонн сои в сутки. Кормовой шрот, лицетин, масло – все это неизменно пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. После сдачи второй очереди предприятие станет единственным в нашей стране, где будут выпускать отечественный соевый изолят. Мы рассчитываем на четверть российского объема. То есть 40 тысяч тонн – это потребность России в изоляте. И мы рассчитываем на то, что 10 тысяч тонн по изоляту мы будем закрывать такие объемы в год. Сегодня в Амурской области работает 14 предприятий, ставшие резидентами территории опережающего развития. Компании создаются не только под крупные инвестиционные проекты, но и как собственное производство. Преференции для участников Торб позволяют начать свой бизнес с нуля и успешно развивать его в будущем. Юрий Камышный, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение.